Камеры фото и видеофиксации устанавливают на участках дорог, где чаще всего происходят аварии и есть пострадавшие. Недавний пример – Солочинский мост. 17 августа там столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из них несовершеннолетние. После аварии там ограничились скорость до 50 км в час и установили камеры. Они работают, пока проводится экспертиза и выясняется, что стало причиной ДТП. В настоящий момент эти камеры работают круглосуточно и в любую погоду фиксируют административные правонарушения. В настоящий момент уже там зафиксировано довольно значительное число происшествий. Учитывая то, что более серьезных дорожно-транспортных происшествий не произошло на этом участке, можно говорить об эффективности этих камер. В Рязанской области в этом году были случаи, когда камеры ломали или грозили расправой сотрудникам, отвечающим за обслуживание. Это является нарушением закона наказания за такие действия от административного штрафа до уголовной ответственности. Гражданин на основании своих неприязненных отношений к оператору камеры и вообще в целом к факту установки таких камер, нанес оператору камеры телесные повреждения, которые характеризовались средней тяжести, вреда здоровью. В следствии чего данный гражданин был осужден и ему судом назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. В этом году камеры фото и видеофиксации зарегистрировали на дорогах региона более миллиона правонарушений. Водители получили штрафы за нарушение скоростного режима. ГИБДД напоминает, именно оно является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Однако бывает, что данные, зафиксированные камерами, не соответствуют действительности. В этом случае водителю необходимо обратиться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Оно находится на Касимовском шоссе, дом 15А. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».